Уровень воды может подняться в реках нескольких регионов Казахстана в ближайшие дни. Об этом сообщает Казгидромет. Большая вода уже на подступах к столице. А для эвакуации жителей севера Казахстанской области из зоны паводков власти используют дроны с тепловизором. Но некоторые отказываются покидать свои дома. Теперь обо всем поподробнее. Большая вода подступает к Астане, задались вопросом жителей. Дамба в одном из пригородов столицы оказалась не в силах противостоять паводку. признали в Акимате Целиноградского района. Вечером 14 апреля в дамбе старый грейдер системы лиманного рожения Алва произошел перелив в направлении автомобильной дороги республиканского значения Астана-Коргалжинг и села Карауткель. Ночью добавили в Акимате в аварийном режиме спасатели, коммунальщики и местные жители укладывали мешки с песком, чтобы восстановить дамбу. У меня уже водоподступает, а у меня дамба уже осыпает, а у меня водоподступает. У меня где-то 7 метров жир. Касательно перелива системы лиманного рожения Алва в реку Мухор сообщается, что на данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет, подчеркнули в Акимате. Тем временем в СКО сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Обнаружено 59 человек, однако 11 из них отказались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывести всех. Роман Скляр отметил, что ущерб имуществу делало поправимое, и самое главное – не допустить человеческих жертв. Поэтому поручил принудительно выселять всех, кто избегает эвакуации, так как вода продолжает подниматься. Более того, в случае сопротивления призвать к административной ответственности, заявил Скляр. По тепловизорам сколько нашли человек, который там есть? Есть кто-то еще, там остался, а кто-то в воде? В общем, кого увидели, 59 человек уже вытащили. 540 сотрудников полиции департамента задействованы. Кроме этого, задействованы военнослужащие национальной гвардии. Район под горы полностью отцеплен для того, чтобы не допустить мародерства и краж чужого имущества. В целом по стране 9 раз закрыли из-за паводков. Эвакуированы свыше 111 тысяч казахстанцев. Потоплены уже более 5000 домов, сообщает МЧС. Как видите, домов стало гораздо больше. Но и это еще не все. Уровень воды может подняться в реках нескольких регионов Казахстана уже в ближайшие дни. Как сообщили представители КАЗ Гидромета, на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится дождливая погода. Также сохраняются по четырем областям гидрологические штормовые предупреждения. Это Алматинская область по сходу снежных лавин до 16 апреля. Штормовое предупреждение по области Абай в Восточно-Казахстанской области, где ожидается формирование талого и склона востока и дальнейший подъем уровня воды на реках. Пустанайская область до 17 апреля, угроза повышения уровней воды на реках севера и северо-востока области. Также Джамбулская область по 16 апреля в горных и предгорных районах области ожидается формирование склона востока и подъема уровней воды на реках.